Малыш появился на свет, и это момент абсолютного счастья, а после – новый режим дня, бессонные ночи и безудержный плач малыша. Для многих родителей первый год жизни ребёнка становится настоящей проверкой на прочность, которая часто заканчивается эмоциональным выгоранием. Если происходит нечто подобное с вами, если вы чувствуете утомляемость и раздражённость на собственного ребёнка, нужно отойти от него. Нужно просто оставить его плачущего в кроватке и отойти минут на 10-15, чтобы успокоиться. Выпить стаканчик воды, посчитать до 10, подышать, выдохнуть это напряжение, но ни в коем случае не стараться контактировать с ребёнком и не выплёскивать вот это вот состояние. Уставшие мамы и папы в состоянии эмоционального пика трясут малыша и даже не задумываются, что в этот момент подвергают кроху – опасному синдрому встряхнутого ребёнка. Я столкнулась с тем, что далеко не каждая мама знает об этом синдроме и знает о его последствиях, и о том, насколько это опасно, потому что она просто не знает физиологии развития мозга ребёнка. Голова малыша непропорционально велика по отношению к туловищу. Мышцы шеи слабые, стенки сосудов очень непрочные, а консистенцию мозга можно сравнить с незастывшим желе. Буквально несколько секунд тряски могут обернуться серьёзной травмой. Во-первых, могут произойти смещение позвонков, зажимание каких-то сосудов, и сосуды настолько хрупкие, что они могут лопаться, и происходит кровоизлияние в мозг. Последствия могут быть самые страшные. От каких-то мелких поражений, то есть в том плане, что могут быть просто какие-то кривошей, может просто страдать потом впоследствии память, или нарушение зрения, или задержка речевого развития. Это я говорю о мелких поражениях. Самое страшное последствие – это смерть. В Америке подобное видео показывают всем новоиспечённым родителям перед выпиской из роддома и говорят, это то, о чём нужно знать, ведь лучше предотвратить опасность, а не бороться с её последствиями. Трясти ребёнка до трёх месяцев категорически нельзя, но весь мозг ребёнка и весь позвоночник развивается до двухлетнего возраста. Поэтому различные даже подзатыльники в возрасте года, шлепки интенсивные по попе, и даже годовалого ребёнка, который стоит уже, и у которого, казалось бы, шейный отдел позвоночника развит, интенсивно сильно трясти ни в коем случае нельзя, потому что процесс развития мозга завершается окончательно к шести годам. При укачивании на фитболе, качаниях и езде в коляске изменений в мозге ребёнка не происходит, а вот подбрасывания и резкие движения в процессе игр стоит исключить. Особую осторожность соблюдайте и во время занятий бэби-йогой. Но самое главное правило – никогда не трясите малыша. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова